По всему региону в пятницу 25 октября налоговые инспекции будут работать по особому графику с 9 часов утра до 8 вечера. Это значит, что каждый желающий может получить дополнительную консультацию. Дарья Липатова планирует прийти, чтобы узнать, как оформить налоговую декларацию и открыть личный кабинет налогоплательщика. Напомним, что подключиться к нему можно в любой инспекции, но при наличии паспорта. У меня еще не открыт кабинет налогоплательщика, но я бы тоже очень хотела бы сейчас его открыть. Это очень актуально сейчас на самом деле. Это очень важно, мне кажется, для многих граждан, потому что многие не знают о каких-то налогах, даже не знают, как оформлять некоторые документы. Специалисты проведут консультации о сроках и способах уплаты имущественных налогов, льготах и ставках. Также в службе напоминают рассылка уведомлений налогоплательщикам Самарской области завершена, чтобы заплатить за недвижимость, автотранспорт и землю остается чуть больше месяца. Срок до 2 декабря. Для того, чтобы оплатить имущественные налоги, вовсе не обязательно выходить из дома. Это можно сделать в два клика с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России через личный кабинет налогоплательщика. Налоговые уведомления направлялись налогоплательщикам по почте, заказным письмом и электронно через личный кабинет налогоплательщика. И теперь жителям Самарской области необходимо исполнить налоговые уведомления, оплатив имущественные налоги. Если налоговые уведомления не получили, то нужно обратиться в инспекцию по месту жительства или по месту нахождения объекта. Сообщить о неточности можно также через личный кабинет или позвонив в Единый контактный центр ФНС России 8 800 7 двоек. Татьяна Подовой, Тимур Набиев, Новости губернии.